Рассмотрение закона об изменении бюджета Российской Федерации на 17-й текущий год оно превратилось в широкое такое публичное мероприятие, когда все депутаты, все комитеты и прежде всего главный комитет, комитет Госдумы по бюджету налогов, могли содержательно обсудить все те самые проблемы, которые на нынешний период определяются и стоят перед страной. Вы знаете результаты голосования фракции по двум чтениям. Сегодня в третьем чтении фракция КПРФ поддержит все предложения, которые изложены в постановлении Государства Думы по принятию в третьем чтении. Но голосовать за бюджет мы будем против. Первое. Мы поддерживаем постановление, потому что там определены важнейшие приоритетные направления в бюджетной политике. Это прежде всего выполнение указов президента, затем приоритет обеспечения экономического социального роста в нашей стране. Во второй части постановления изложены основные направления расходных обязательств, которые должны быть проведены. И вы помните, что с прошлого года еще фракция КПРФ берет шефство и все время держит на контроле финансирование, обеспечение современным оборудованием все российского детского онкологического научного центра имени Блохина. Поэтому постановление во всех трех частях, вот это медицинское учреждение научное, вот оно туда включено, и, конечно, фракция будет этим заниматься. И в третьей части постановления, это как раз содержательная сторона, на что надо будет, прежде всего, уделять внимание при рассмотрении бюджета на 2018 и последующие плановые 2019-2020 годы. Так что постановление исключительно содержательное. Фракции поддержат именно вот эту содержательную часть. Но голосовать будем против, еще раз я хочу заметить, потому что мы считаем, что когда бюджет дефицитный, когда есть возможности, не нужно при дефицитном бюджете деньги откладывать на накопление. Нужно их тратить для того, чтобы обеспечить экономический социальный рост. У нас такие объекты, по сути дела, в стране давно определены, и действительно такую работу нужно будет проводить. Прежде всего, экономический рост сегодня, чтобы обеспечить, нужно внести инвестиции в хозяйство страны. Прежде всего, сейчас где-то порядка 18% инвестируется из объема бюджета, а нужно где-то порядка 30%, вот это важнейшее направление. Нужно поддержать сельское хозяйство, нужно поддержать реальное производство, нужно поддержать оборонно-промышленные комплексы и обеспечить защиту нашей страны, ну и решать все вопросы здравоохранения и образования, которые вот при сейчас рассмотрении бюджета оказались, по сути дела, обделенными. Поэтому я на этом завершу и хотел бы, чтобы вы внимательно посмотрели содержательную сторону разговора в ходе финансового заседания. Вернусь к словам Валентина Сергеевича о том, что средств катастрофически не хватает именно на те приоритетные направления, которые сегодня так востребованы в регионах. Где взять эти средства? А я вам скажу, где взять. Нужно взять контрольные мероприятия счетной палаты Российской Федерации, и там эти средства можно свободно найти. Сегодня отчет счетной палаты перед депутатами Государственной Думы. Сегодня к нам придет Татьяна Алексеевна Голикова. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации не только примет к сведению отчет счетной палаты, но и отмечает целенаправленную, такую плодотворную работу счетной палаты по контролю над бюджетом, над финансами, над реализацией государственных программ и многих других направлений. Огромное спасибо счетной палате за то, что она находит эти средства для того, чтобы реализовывать приоритетные направления внутренней государственной политики в нашей стране, которые мы, к сожалению, не используем в должной мере. Хотелось бы отметить, что счетная палата рассматривала исполнение финансирования государственных программ, и сегодня об этом, конечно, будет идти речь. И из 8 триллионов рублей, 3,6 триллиона рублей, это неэффективное использование средств в реализации государственных программ. Но согласитесь, что это астрономическая цифра. Астрономическая. Какие это программы? Вот буквально недавно информация пришла по реализации программы поддержки Крыма и Севастополя. Уж казалось бы, Крым и Севастополь – это то, что сегодня надо поддерживать в первую очередь. Но, к сожалению, очень низкий процент освоения этой программы и очень высокая заоблачная заработная плата людей, которые работают в дирекции этой федеральной целевой программы. Вот такой вот нонсенс. Программа «Ветхое жилье». Безусловно, эта программа сегодня, и счетная палата указывает на это, эта программа не может достичь тех показателей, которые были запланированы. Обеспечение жильем детей-сирот – это тоже еще одна очень больная тема. И те государственные программы, которые сегодня на слуху – это строительство школ, это здравоохранение, строительство перинатальных центров и так далее. То есть проблем много. И по каждой из этих проблем счетная палата представила нам просто изумительный материал, по которому мы можем посмотреть, на сколько средства тратятся эффективно. РЖД. Я всегда обращаюсь к этой теме, потому что я сама работник бюджетной сферы, и мне обидно, когда неэффективно используются деньги. Опять на 1 января 2017 года 55,7 миллиардов рублей остатки на счетах РЖД. Если учесть, что еще около 2 миллиардов рублей РЖД направляется изменениями в наш сегодняшний бюджет, то возникает вопрос – зачем Внешэкономбанк 150 миллиардов рублей на исполнение Внешэкономбанком своих финансовых обязательств международных? Однако счетная палата нам сегодня дает другую цифру, и эта цифра – 126 миллиардов рублей. Зачем давать денег больше, чем наши госкорпорации и акционерные общества с государственным участием могут проглотить? Мне, конечно, как учителю больно и обидно за то, что так слабо реализуется программа строительства школ. Я считаю, что нам нужно изыскивать эти средства, но когда они придут в ноябре, мы их найдем, а я думаю, правительство будет их искать и найдет в ноябре, но тогда они не будут востребованы, они просто не будут нужны уже. Это неделя, неделя выпускных вечеров в наших российских школах. Мы бы очень хотели, и наша фракция всегда на этом настаивает, чтобы наши дети учились в достойных условиях, достойных. Ну и пользуясь случаем, я хочу от всей души, от себя лично и от нашей фракции, Коммунистической партии Российской Федерации, пожелать всем нашим выпускникам, чтобы они в этой нашей жизни стали счастливыми и успешными. Завтра, 22 июня, исполняется 76 лет вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз. Это была самая кровопролитная война во всю историю человечества. Из 27 миллионов погибших советских людей, 19 миллионов – это гражданское население, это старики, женщины, дети. Памятники устанавливаются по всей России в основном погибшим военнослужащим. Гражданским лицам нет. Было в советское время два памятника. Один – Бабий Яр на Украине, и другой – Хатынь, Беларусь, и сейчас они за границей. Сегодня у нас нет таких памятников. И такое ощущение, что вообще эта цифра замалчивается погибших во Второй мировой Великой Отечественной. То 16 называют, то 19, то 18. Это позор для наших историков и для нашего государства, что мы не знаем своих погибших. Возле Рейстага есть уголок погибших 180 тысяч цыган. Есть огромный зал «Холохост». Есть в ООН, в зале здания ООН в Нью-Йорке тоже зал «Холохоста». А славянам, русским, белорусам, украинцам, другим населения нашей страны нет. По специальному плану ОСТ немцы, чай изуитский. И запланированно выпускали директивы по уничтожению мирного населения. В одной Смоленщине погибло порядка 5 тысяч деревень было сожжено. Из них 30, порядка 300 заживо с жителями. Я обращаюсь к вам, к вам, мои дорогие соотечественники, журналисты. Я прошу обратить внимание на эту тему, обратиться к нашему народу и к народу планеты. Потому что советский солдат спас планету от фашизма. Каким образом все это происходило, это можно узнать и оценить в том музее, который мы будем создавать. Это общероссийский мемориальный музей, жертвам фашистско-немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Прошу помощи и поддержки. Спасибо.